Привет всем. Меня зовут Денис. Иногда я верстаю. А еще иногда я занимаюсь всякими разными штуками. И мы вот в Черновцах у себя с ребятами делаем конференцию Черновцы.js. Поэтому, если вы хотите поговорить о JavaScript, то приезжайте к нам в Черновцы и у Москвлева. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня мы поговорим с вами о проблеме оптимизации. Был предыдущий доклад. Он дал практически ответы на все вопросы. Как сделать круто пользователю использовать AMP. Но поднимите руки, кто делает обычные сайты, у кого же есть боль. Вот. Тогда этот доклад для вас. Несколько лет назад к нам пришел довольно большой e-commerce проект. Мы его стартанули делать, как это обычно бывает. Стартанули его в режиме такого в худших традициях стартапов. Мы работали днем и ночью. Фигачили, фигачили, фигачили. За первый год мы подняли четыре площадки. То есть там был единый такой бэкэнд и четыре независимых площадки для e-commerce продаж. Через год этих площадок стало десять. Это все нужно было поддерживать. Потом нас начали добивать редизайнами. Мы пережили две итерации редизайна. И в какой-то момент стало что-то не так. Самый лучший тестировщик – это, конечно же, клиент. Клиент нам пришел и сказал, что, ребята, у вас все тормозит. Надо что-то с этим делать. Да и, собственно, мы без клиента, мы когда приходили внедрять какую-то фичу, мы смотрели на нее, на код вот так. Код нас пугал. Мы, собственно, до сих пор его боимся. И, собственно, мы поняли в этот момент, что все, нам нужно садиться и что-то делать. Тем более клиент нас очень активно об этом просил. Мы сели, посмотрели, что же не так на примере одного из этих десяти проектов. Решили сразу все не трогать, потому что все-таки страшно. Мы увидели там 18 CSS-файлов, там очень большое число JS-библиотек, куча JS в таких вот не самых лучших методиках написания его. И самое страшное – это был каталог интернет-магазина. Мы заставляли пользователя грузить 200 товаров. Ну, то есть там было 50 товаров на странице, плюс была возможность смены этих фотографий. В общем, мы делали больно всем. В этот реальный скрин, состояние примерно в тот момент проекта, вот так вот оно все и грузилось. То есть грузилась куча CSS, дом-контент-лоудед 6 секунд, там 6 с копейками. Все это абсолютно никак не контролировалось. То же самое было и JS. Он весь загружался, весь он инициализировался, инициализировалась загрузка прямо из тела страницы. При этом приоритет был от среднего и выше. То есть это все мы вот сразу пытались пользователю напихать для того, чтобы у него хоть что-то там заработало. И резюмируя, в чем была проблема? Мы пытались отдать пользователю очень много ресурсов и все сразу. Мы упирались в то, что ресурсы начинали друг с другом конкурировать. Мы блокировали загрузку страницы. Дом-контент-лоудед 6 секунд. Это вообще, я не знаю, просто неописуемо. И фото товара грузились никак не подконтрольно, и мы, собственно, с этим в тот момент ничего абсолютно не делали. Но самое страшное, что пользователь ждал 6 секунд для того, чтобы пытаться хоть что-то сделать с сайтом. Для того, чтобы купить товар, он должен был ждать 6 секунд. Вот на предыдущем докладе звучала информация о том, что через 7 секунд с большой вероятностью пользователь вообще уйдет. Ну, 6 секунд — это усредненная цифра. Естественно, у кого-то было больше, у кого-то меньше, но тем не менее. Вы все думаете, вот это да, вот это вы, чуваки, сделали. Да, и нам стыдно. Но уже когда родилась идея самого доклада, начал смотреть ситуацию по довольно крупным икомерс-проектам в Украине. И, например, Ля Бутик, довольно такой популярный интернет-магазин одежды. У него дом-контент-лоу до 3,72 секунды. То есть это лучше, конечно же, вопросов нет, но это довольно много. У него есть достаточно три запроса с высоким приоритетом. От ТЮА 3,92 секунды. Ну, вот тоже не очень. И у него тоже есть запросы с довольно высоким приоритетом. То есть были еще сайты. И если вот резюмировать все это, назовем наш проект сайд-друга, вот у него было совсем все плохо. Естественно, он не мог конкурировать ни с одним из них. Лучший, вот просто идеал на тот момент для нас, это была модна каста. У нее дом-контент-лоу до фантастических 0,8 секунды. Это просто вот ух. И всего один запрос с высоким приоритетом. И у нас, в общем-то, все было плохо. 5,7 мегабайта данных мы заставляли пользователей, принять для того, чтобы хоть загрузить сайт, для того, чтобы загрузить сайт, принять контент. Ответ сервера там был больше двух секунд. И 19, там более 19 запросов с высоким приоритетом. Есть такая штука дом-контент-лоудед. Это событие, которое файрится в браузере. Вы можете его следить, вы можете его пощупать. Но есть еще такое понятие, как время до первой time to first interaction. То есть время до возможности первого взаимодействия со страницей. И это такая штука, которую в браузере померить никак нельзя. То есть вы не можете поставить какую-то метрику, и вот что сейчас, вот все, вот оно наступило. Но для сайтов, которые очень сильно отстоят сторону от single-page application и accelerated mobile page, то есть для обычных повседневных сайтов, в принципе, можно с довольно такой долей допущения несущественной, сказать, что дом-контент-лоудед и time to first interaction это приблизительно похожие вещи. Поэтому дальше мы будем говорить о дом-контент-лоуде, потому что эту штуку можно щупать, мерить, можно настроить метрики и так далее. И то, и другое, неважно, за что вы будете бороться, и то, и другое, чем быстрее произойдет, тем лучше. Есть разные оценки, насколько влияет быстрая загрузка сайта на конверсии пользователя, а для e-commerce, для интернет-магазинов, в принципе, деньги – это все. И вот по версии, например, Амазона, 100-миллисекундная задержка в загрузке сайта, она приводит к падению продаж, то есть конверсии, на 1%. 1% для Амазона в год – это вот такие очень большие деньги. Поэтому об этом стоит думать. Для себя мы сразу наметили два пути по оптимизации. Ну, потому что обхватить сразу очень много мы не могли, поэтому решили постепенно. Первый подход – это оптимизация скорости загрузки сайта при первой, то есть это когда пользователь к нам пришел впервые либо после длительного отсутствия. И второй подход – это оптимизация скорости загрузки сайта при повторной загрузке, когда пользователь уже был на какой-то из страниц, и затем к нам вернулся. Ну и начали мы, естественно, бороться за то, чтобы уменьшить скорость загрузки сайта для тех пользователей, которые пришли к нам в первый раз. О чем мы подумали? Нам не стоит сейчас думать наперед и смотреть какие-то метрики только потому, что если мы очень медленно отдадим контент пользователю, то все остальное уже не важно. Мы можем делать сколько угодно быстрый дом, но если у нас отдается контент медленно, это провал. Поэтому мы начали смотреть в сторону скорости доставки контента. В общем-то на то, как быстро пользователь получит контент, влияют несколько вещей. Например, вес контента. Ну очевидно, чем меньше килобайтиков мы хотим отдать пользователю, тем быстрее он их получит. Канал. Разные пользователи. Есть мобильные, есть немобильные, но с не очень хорошими провайдерами и так далее. Возможности сервера. Вы можете прийти на 100 мегабитном интернете с небольшими файлами по весу, но если ваш сервер не в состоянии обработать столько количества подключений, то у вас все будет тоже плохо. Ну и есть некоторые ограничения браузеров, о которых мы поговорим позже. И в общем-то мы начали с ограничений. Мы начали смотреть, что нас ограничит, куда мы упираемся и что мы можем с этим делать. И мы снова вернулись в дом-контент-лоудит. Ну вот классический вид к тому, как подключаются ресурсы на странице, это открывается тег-хед и туда наваливается все, что можно. Там подключаются скрипты, подключаются стили и так далее. И если посмотреть на то, как браузер загружает, пытается загрузить все вот эти ресурсы, то вот этот вот водопад, то есть это скрин из инспектора хрома, показывает очень хорошо суть проблемы. Да, здесь вот время там 26 секунд, здесь заведомо специально умышленно занижен канал, то есть включено ограничение по каналу. Но смысл от этого не меняется. Смотрите, в самом-самом верху загружается документ, он делает это довольно быстро. Затем начинают грузиться стили, затем в очередь становится загрузка скриптов, и у нас появляется такая вот ступенька. Что это за ступенька? Мы уперлись в ограничение количества соединений в браузере на домен. То есть мы не можем грузить больше шести каких-то, то есть установить больше шести соединений, и остальные просто становятся в очередь. Как только у нас освобождаются слоты, это вот серенькие полосочки, это вот ресурсы ждали, затем у нас освободился слот, ресурсы начали загружаться. И мы видим такую вот лесенку, 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 и в итоге у нас дом-контент-лоуд там 27 секунд. Опять же, это утрированно, это тренировались на кошках, но 27 секунд, то есть довольно много. И только после наступления дом-контент-лоуда у нас начинает загружаться изображение. То есть пользователь 27 секунд, ну неважно, там это может быть 10 секунд, но он все равно не видит изображение, то есть он загрузил страницу, она ему как-то там какими-то кусочками показалась, но он не видит содержимого. Самый популярный совет в интернете – все скрипты вниз. Окей. Вынесли все скрипты вниз, подключили. Что мы видим? Также точно быстро загрузился непосредственно сам документ, потом там подключились стили, а потом изображения у нас провалились вверх, ну то есть поднялись вверх по иерархии. Теперь они хотели загрузиться быстрее. Но тут браузер узнал о том, что у нас есть JS-файлы, они получили более высокий приоритет, это вот последняя колонка. И несмотря на то, что изображение пытались загрузиться раньше, они стали в очередь. Пошел загружаться JS, ну и потом загрузились изображения, и загрузка закончилась. Дом-контент-лоудед вот там же в 30 секундах. То есть у нас было 27, а стало 30. Спорный выигрыш. Да, пользователь увидел картинки раньше, он их увидел там на 20 какой-то секунде. Но это все равно, наверное, не то, чего мы хотели. Мы знаем, что скрипты – это вещь блокирующая. Но у нас есть механизмы для того, чтобы избавиться от этой блокировки. Есть атрибут defer, который можем добавить к скрипту, к тегу script. И тогда браузер будет знать, что этот JS у нас можно грузить, не блокируя страницу. И вот что у нас вышло. Загрузился снова документ, там CSS. Так как нижняя часть скриптов у нас теперь не блокирует рендеринг, то у нас пошли грузиться изображения. Затем прогрузился JS. Дом-контент-лоудед. Там где-то вот за концом экрана. То есть единственный плюс, который мы здесь получили – это изображения появились вот на пятой секунде. Это неплохо. Если у вас сайт может работать без JS, то это отлично. Вы не получите дом-контент-лоудед. Не все браузеры отобразят вам всю страницу, но это лучше, чем было. Но мы можем еще как-то повлиять на блокировку скриптов. У нас есть еще тех-асинг. Включили асинг и видим, что дом-контент-лоудед наступил на шестой секунде. То есть все, что внизу у нас было подключено с тегом асинг, оно больше не блокирует страницу. Это раз. А два, основное отличие асинка от defer в том, что при асинке браузер не обязан ждать загрузки страницы, не обязан ждать наступления дом-контент-лоуда для того, чтобы… То есть он не связывает события дом-контент-лоудом и парсинг, и отработку всех скриптов. Мы получили выигрыш. То есть простой метод вынесения всех ваших скриптов куда-то там вниз страницы и добавить асинг, это очень дешево и это работает. Что мы с этим сделали? Мы просто немножечко переформатировали JS. Мы оставили только ядро, которое подключали с пользователем сразу, пытались, заставляли его загрузить его. Весь остальной JS мы вынесли на асинг, оставили один CSS-файл в шапке и уменьшили количество CSS, то есть мы все это свели к одному единственному файлу. Ну и все остальное, счетчики, метрики, какие-то вспомогательные там штуки, типа лайков и так далее, мы все это вынесли вообще на асинг. Это грузится, вернее отложено на загрузку, то есть у нас теперь JS, инициализирует загрузку другого JS, и пользователь получает очень быстро страницу и не привязывается к всем нашим ресурсам. Это был 25-й кадр. Ах, там что-то прыгает. Приоритизация загрузки. Если посмотреть на страничку в инспекторе хрома на network, то там мы можем увидеть, а она по умолчанию не включена, ее можно добавить, это колонка приоритета. В принципе, все браузеры, а просто некоторые нам не говорят об этом, они делят ваши ресурсы на приоритеты, они приоритизируют. Если говорить о хроме или о сафари, то мы различаем пять приоритетов. Наивысший приоритет – это тот приоритет, с которым у вас грузится документ, с ним же прогружаются CSS и шрифты имеют наивысший приоритет. Высокий – с ним у вас будет загружаться весь JS, который вы подключаете, и с ним же бегают аяк-запросы. Средний – это если вы подключаете свой JS вне тега head, и перед этим подключением JS в браузер увидел изображение, он выставляет для JS приоритет средний. Также с этим приоритетом могут грузиться изображения. Ну и низкие – это все, что у нас есть, async, defer, изображение, и если вы подключаете на страничку JS модуль, они тоже будут грузиться с низким приоритетом. Ну и есть еще очень низкий приоритет, он на обычных сайтах встречается редко. Иногда могут изображения получить этот приоритет, причем я так и не понял в какой момент. Это может быть, например, send beacon, это типа, когда вы пытаетесь в браузер гонять какие-то небольшие кусочки данных на сервер, вот он тоже имеет очень низкий приоритет. Ну и всякие prefetch. Имея эту информацию, наверняка мы можем каким-то образом помогать браузеру. У нас есть prefetch и у нас есть preload. То есть мы можем на страничке разместить определенные теги, тег-линк, и подсказать браузеру, какие ресурсы нам понадобятся в дальнейшем для работы с этой страницей. Причем prefetch и preload, видите, я специально их разделил, то есть preload – это отдельный разговор. Эта опция позволяет нам предзагрузить полностью всю страницу в невидимой вкладке. И когда в следующий раз пользователь перейдет на эту страницу, не в следующий раз, а в этом сеансе пользователь перейдет по этому URL, страница мгновенно отобразится. Да, с поддержкой это не очень, мы поговорим о этом позже, но это очень мощная технология. В хроме, ее не видно в закладке network, в хроме вы можете перейти по вот такому вот URL, ну и в опере, и там вы увидите статистику, какие страницы у вас были поставлены на preload, как они вообще успешно, не успешно загрузились, в каком они сейчас состоянии, потому что они могут не загрузиться, браузер может в любой момент сказать, не, ребята, у меня тут все занято, мы грузиться не будем. Концептуально в чем отличие между prefetch и preload? Prefetch всегда грузится с очень низким приоритетом. Вот там мы никак не можем ничего влиять. Но зато prefetch имеет несколько опций. Он может prefetch DNS. Что такое DNS prefetch? Вы знаете, что когда вы запрашиваете ресурс, то есть когда браузер запрашивает какой-то ресурс по домену, он должен сопоставить домен и IP-адрес. И вот этот процесс сопоставления доменового имени и IP-адрес, это есть DNS resolve. Вот он может это выполнять. Дальше пререндер там, ну и приконнект. Поддержка довольно хорошая, а в preload мы можем указать в виде атрибута as тот вид ресурса, который мы хотим запросить. Скрипты – это либо стили, либо еще что-то. Что мы сделали? Мы сделали себе CDN для бедных. Такой мультидоменный CDN на 10 доменов, по-моему, или даже больше. Этим самым мы обошли запрет на ограничение на 6 доменов. Мы для того, чтобы пользователей не заставлять каждый раз ждать DNS resolve, а 10 доменов – это все-таки… То есть время DNS resolve может длиться до 100 миллисекунд. На 10 доменов – это довольно долго. Мы сделали DNS prefetch. И мы сделали пререндер каталога, когда пользователь находится на главной странице. За счет этого получили довольно неплохой выигрыш. Дальше. Ленивая загрузка. Вынесли все изображения в ленивую загрузку. То есть мы показывали в виде SRC изображению какую-то заглушку, картинку, которая очень маленькая, она общая на весь каталог. А основные изображения выносили в атрибуты. Эта фича с 2015 года находится в обсуждении для имплементации в браузер. Оно так вот все вяло шло. И тут я вот недавно, буквально за несколько дней до доклада, узнаю, что 6 октября появился интентный имплемент для такой фичи. Ну, это опять же все еще обсуждение, но предлагают тег async, async on, и тогда мы говорим браузеру, что, ребята, давайте вот эти картинки грузить асинхронно. Но пока у нас всего этого нет, поэтому мы либо велосипедим, либо используем готовые JS-библиотеки. Critical CSS. Есть такой человек, Эдди Асмани, есть его плагин Critical CSS, который позволяет все делать, об этом говорили в прошлом докладе, то есть смысл такой, что мы собираем CSS, инлайним, остальной подключаем ниже, отлично подходит для одной странички. В реальности нам нужен этот Critical CSS создавать для нескольких страниц сайта, до 5, 7, даже 10. Это все не поддерживается. Блоки, если мы даже создадим такой Critical CSS, блоки будут мелькать, потому что у нас есть активное авторизованное состояние, не авторизованное, каких-то блоков нет, потом они есть и так далее. Отказались от этого. Оптимизация графики. Есть большое количество форматов, которые нам уже известны, но мы все равно обходим постоянно стороной менее известные форматы. VP, GPG высокое разрешение и GPG 2000. Первых два мы сразу отбросили, потому что эти форматы закрытые, и нам они не особо интересны. Мы начали смотреть на VP. VP это формат от Google, открытый, поддерживается не таким большим числом браузеров, но зато у нас есть мобильная платформа от Google, которая поддерживает его. Вот здесь вот два странички, две фотографии котиков, я не мог без котиков. Вот скажите, можете сказать, где из них тут JPEG? Да, но на самом деле здесь оба JPEG. Ну, просто я знал, что будет вот такое изображение, вы все равно не увидите. На самом деле, VP позволяет до 10 раз сократить объем изображения. Естественно, 10 раз это довольно смелое заявление. У нас на практике вышло где-то от 4 до 6. Без потери качества. Отличная поддержка. В нашем проекте это 41% посетителей, суммарно мобильный десктоп у нас позволяли внедрять. То есть мы для половины пользователей сделали хорошо. При этом мы можем использовать TechPitch и отдавать графику под конкретный браузер, то есть под его возможности. Мы можем указать type, и в нем указать тип изображения. Если пользователь поддерживает это изображение, он его заберет. Более того, можем покрыть ретину и так далее. Это все клево. Какой у нас есть инструментарий для этого? Ну, очевидно, графические редакторы. Всеми наши любимые. Онлайн-сервис. Мы можем загрузить картинку на какой-то сайт, и она нам вернет обработанное изображение. У нас есть командная строка, у нас есть обработка при помощи наших фреймворков на сервере. От первых двух, естественно, мы отказались сразу, потому что если у вас речь идет о верстке одной странички, там у вас здесь эти изображения, да, вы можете потратить время, подготовить и так далее. Но у нас речь шла о терабайтах, поэтому это сразу не вариант. Остались два. Что мы можем использовать? Мы можем использовать либо lib.jd, это библиотека, которую вы можете подключить к своему языку, к своему фреймворку, с которым вы работаете на сервере, ноды, PHP и так далее. И есть ImageMagic. Это уже утилита, которая может запускаться либо из командной строки, либо у нее есть подключение к тем же самым нодам, там PHP и так далее. Ну, либо вы можете просто сделать npm install, скачать какой-то галл-плагин и поставить его себе там в ваш поплайн. Что выбрать? Мы прошли все стадии практически. Начали мы с того, что мы начали оптимизировать изображение прямо на хите. Что это значит? То есть в процессе загрузки страницы, когда пользователь запрашивал HTML у сервера, мы определяли, что умеет пользователь и готовили ему изображение. Это, в принципе, работало так-сяк, но при большом количестве посетителей мы начали проседать. Это очень дорого. Дальше мы попробовали конвертировать в пакетами в фоне. То есть у нас было несколько демонов, которые бегали, просматривали картинки, которые нужно было сконвертировать, и конвертировали. Долго. Но это работает лучше, чем первый вариант. В итоге мы от него тоже отказались, потому что мы не успевали готовить изображение для пользователя. Первый раз пользователь получал большую картинку, необработанную, например, и только через 5-7 минут другие пользователи уже получали это изображение обработанным. Это нехорошо. И мы остановились на вот этой штуке. Nginx. Я понимаю, что конференция фронтендовская, и вот там, я помню, один человек был с бэкэнда, который говорил, все остальные в шоке, нам вот это надо, а вот то все нет. Но дело в том, что вот эта штука, это сервер, который, и к нему есть пейдж-спид расширения, которое с ноября 2010 года занимается всем тем, чем сейчас мы привыкли заниматься в верстке. То есть оно умеет сжимать и обрабатывать CSS, оно умеет работать с JS, оно умеет собирать спрайты, оно умеет оптимизировать изображение, ресайзит, конвертировать в IP и даже инлайнить маленькие изображения. Естественно, это не полный был список того, что оно умеет, и часть из них под флагом опасна. Не все фичи можно использовать, потому что вы можете что-то поломать. Мы для себя использовали вот такой вот, rewrite level, мы включили опцию оптимизации по каналу, подключили к нему там rewrite CSS, rewrite JavaScript, оптимизацию и VP, и включили расширенное управление кэшом, об этом мы поговорим чуть позже. Мы перестали думать на клиенте о том, что умеет пользователь. Нам не нужно вот этих вот всех pictures, source, нам не нужно указывать тайпы. Мы говорим, загрузи нам фото JPEG. Nginx на своей стороне с помощью магии определяет, что у нас бегает заголовок accept, он видит, что пользователь понимает VP и отдает вам фото JPEG, вот прям фото JPEG, но внутри у него VP. Оно меньше, и оно быстрее отдается. Вы снимаете с себя одну из задач, определение, чего умеет пользователь. Это клево. Но есть потенциально опасные, это сжатие, обработка комбайнин CSS и JavaScript. Для этого вам нужно, ну, вам нужно иметь валидный CSS и JS. Я понимаю, что это звучит странно, но когда у вас большая, ну, у нас так было, у нас была большая база кода, и мы не сразу научились пользоваться линтерами, потом научились. Оптимизация для повторной загрузки. Здесь все сводится к тому, что у пользователя в браузере есть отличная штука, называется кэш. Мы можем там кэшировать ресурсы, можем использовать кэширование на клиенте, можем использовать кэширование на сервере, и даже можем использовать кэширование всяких разных штук на сервере, например, результат шифрования и подпись SSL. Это довольно тяжелая штука, и ее тоже можно кэшировать. То есть вы можете прийти к своим админам и сказать, что, ребята, у нас HTTPS, а вы кэшируете там вот эту штуку или нет, и вы можете сэкономить до 100 миллисекунд. Кэш. В HTTP 1.1 у нас появился заголовок кэш-контрол, который принимает одним из параметров, он принимает maxH, в котором вы можете указать время жизни ресурса. А также у нас есть этах. Это заголовок, в котором с сервера к нам приходит, контрольная сумма того ресурса, который вы запросили. В чем принципиальное отличие? Этах заставляет браузер бегать на сервер для того, чтобы запросить повторно вот этот размер хэш-суму. Если хэш-сума не совпадает, то сервер отдает картинку, ну или там тот ресурс, который вы запросили. Если совпадает, сервер ничего не делает. Позволяет более тонко работать с кэшом, но требует дополнительного запроса на сервер. Ну и когда-то до HTTP 1.1 у нас был заголовок expires, который можно было указать дату, когда ваш ресурс протухнет. Это устаревший аналог maxH, но его сейчас приходится поддерживать просто из-за соображений кэшера, совместимости. Что мы сделали? Мы просто задействовали максимально, насколько могли, кэш пользователя, закэшивали всю статику на полгода. Просто вот выставили полгода и забыли об этом. Для того, чтобы как-то ревалидировать эти данные, мы использовали версионность в качестве гет-параметра для файла. Это отлично работает и очень дешево. И мы отказались от ETAC, потому что это все равно заставляет пользователя бегать на сервер, и это как бы не совсем хорошо. Где смотреть метрики? Google PageSpeed. Ну, я думаю, им все пользовались. PingDom. Это тоже сайт, на который вы можете скормить свой URL своей странички и получить там исчерпывающую информацию, но выдаст вам вплоть до того, что сколько у вас DNS Resolve работает. Очень отличная штука. И Chrome DevTools. Тоже все мы пользовались и должны пользоваться. Это закладка Network, и в ней еще есть Lighthouse. Сегодня вот, я думаю, третий или четвертый кто о ней говорит. Вы можете там открыть ваш сайт, натыкать галочек, что вы хотите провалидировать, нажать, и оно выдаст исчерпывающую информацию. Да, она неполная, но для того, чтобы стартануть какую-то оптимизацию и понять, что у вас вообще все плохо, этого достаточно. Что мы получили? Мы уменьшили общий объем страницы. Пока незначительно. Мы еще знаем, куда нам расти, вернее, куда нам худеть. Но это пока в планах, не все сразу. Мы хорошо уменьшили показатель ответа сервера. В том числе за счет кэширования всяких специфических штук, вроде, например, SSL Handbrake. Мы сократили дом-контент-лоады до двух секунд. Это при первой загрузке страницы. Из кэша там вообще даже 0.9, одна секунда у нас. И мы сократили число запросов в высоком приоритете до одного. И вот звучит это все, как будто у нас жух, и мы победители. Ну, на самом деле, это была очень большая работа проделана. Более того, оптимизация – это процесс перманентный. Нельзя сказать, что мы оптимизировали, на этом все закончили. В планах введения метрик, для того, чтобы ни один коммит не проходил без того, чтобы мы не померили каким-то образом перформанс нашего сайта, и мы увидели, что мы что-то там ухудшили. Но это все впереди. Спасибо. У нас есть 5 минут на вопросы, чтобы не ворвать вас время. И я вижу руки. Сейчас. Добрый день. У меня к вам несколько вопросов. Спасибо за доклад. Вопрос первый. Что делать со шрифтами? Вы сказали, JS перенесли, картинки оптимизировали, все минимизировали. Классно, шрифты. И второй вопрос. Пре-ло. Насколько я знаю, он не работает в некоторых браузерах. Что делать? Спасибо. Хороший вопрос. Что делать со шрифтами? В идеале ничего с ними не делать. Но так не бывает. Для шрифтов можно сделать префеч. Или за шрифтов можно сделать прелод. Проблема шрифтов какая? В предыдущем докладе звучала фраза о том, что браузер он как бы хочет вам сделать приятно, но на самом деле выходит как всегда. Он все шрифты начинает качать в тот момент, когда они ему понадобились. Вот он увидел вашу CSS, вот он отображает вам, то есть дошел до того, что он начинает рассчитывать стили для этого конкретного участка, для этого тега. И увидел, что тут используется какой-нибудь New Comic Super Pupersons, например, и он начинает его загружать. Это уже поздно, и нам бы уже хотелось бы его иметь. Вот для этого вы можете вверху странички использовать прелод для этого вида шрифта. Link preload as font. Шрифты грузятся с наивысшим приоритетом, и вы заставите браузер загрузить шрифты до того, как CSS о них узнает. Это одно из решений. Это не блокирующая загрузка, поэтому какое-то решение вам даст. Есть еще варианты с более тонкой оптимизацией. Вы можете загружать первый раз страничку без шрифтов вообще, потом поставить куку, запомнить, что шрифты у вас уже прибежали, а шрифты, например, через тот же самый preload загрузить потом на этом же сеансе пользователя. Когда шрифты загрузят, вы поставите куку, в следующий раз пользователь перезагрузит страницу и увидит этот шрифт. То есть сначала он видел старые шрифты, потом видит новые шрифты. Так себе решение, но по крайней мере вы не увидите вот этих вот миганий, то есть мигания шрифта в момент загрузки. Или есть вариант мигания шрифта, есть вариант, когда вы вообще не видите текст, а потом вы увидите. Это решение номер один. Второе решение, второй ответ по поводу поддержки. Да, вот там вот какой-то кадр, слайды когда я переключал, там видели такой логотип был, большой 25 кадр, оно должно было отложиться там. То есть большинство клевых фич поддерживается в хроме. Я не зря добавил этот слайд. Но, нет, это не то. Прилод отлично держится в большинстве, ну там и ед встает. Но я не знаю, по-моему, я за свою 10-летнюю, не побоюсь сказать, жизнь привык к тому, что ед встает. Сейчас это не так, но я не удивляюсь пока. То есть он сейчас отличный, но мы понимаем, что он пока еще не все. А префеч Е поддерживает, но там ограничено, он не все умеет. Но, понимаете, прелесть вот этого всего в том, что вы можете это использовать как бесплатное улучшение. Даже если браузер не поддерживает прилод или префеч, у него ничего не взорвется. Он получит эти шрифты чуть позже, увидит мелькание. Ну, вот так. Денис, следующий вопрос наверху, где-то там. Вот я здесь. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Было, в принципе, интересно. Такой вопрос. Смотрите, вы говорите, что ваш проект с 2014 года там утопал в долгой загрузке. И вот сейчас, в последнее время, вы кинулись его спасать. И вопрос, почему вы кинулись сейчас, они в начале разработки проекта, почему сразу не заложили какие-то детали, а уже через 2-3 года начали переписывать куски кода и все. А чего это зависит? Не знаю, от жадности клиента, лени или еще что. Я понял. Я понял. Помидоров нет в зале? Смотрите. Кто начинал писать проект и преждевременно оптимизировал его? Поднимите руки. Вот. Я вами горжусь, вот реально. Мы, когда начинали писать проект, он не тормозил. Все было хорошо. Лучше кот, кот которого нет. Все. У нас тогда минуты на один последний вопрос. Девушка хотела. Добрый день. Спасибо за доклад. Вопрос, собственно говоря, в чем? Если у нас есть на первом экране, когда пользователи сразу заходят на сайт, галереи или видеоплееры, которые подгружаются с помощью других, и нити с помощью других библиотек. Вы показывали несколько способов загрузки JS, но если их использовать, в общем и целом сталкивается с проблемой, что пользователь видит скачки, все вот эти скачки загрузок. Вот какой самый оптимальный способ подгрузки JS, чтобы с одной стороны и минимизировать вот эту задачу, а с другой стороны, чтобы пользователь не увидел всех этих нитов, скачков и так далее? Я понял. На самом деле способов оптимизировать загрузку JS, кроме как отложить ее, либо сделать его очень маленьким и загрузить в хейде у нас нет. Для того, чтобы не видеть вот этих вот всех скачков, ну, например, как мы делали мы, мы использовали похожую технологию, которую вот в прошлом докладе говорили в AMP, там, где вместо картинки загружается распирающий блок. Вот примерно тем же самым занимались и мы. То есть мы, например, мы знаем, что здесь будет видео, мы подгружаем туда распирающую картинку, которая имеет пропорции видео. Это может быть прозрачный GIF, например, очень маленький. Мы даже можем заинлайнить на страничку, если он один. Это очень быстро. Он займет место под этот контент. Затем, когда у нас страничка прогрузится, когда-то там догрузятся наши, например, скрипты для того, чтобы отобразить видео, на его место вставляется плеер. И все. То есть пользователь не видит скачков. Ну, это половинчатое решение, но... Спасибо. 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 Спасибо.